Господь пробудил для новой веры В прошлом злые и алчные Падали от его благословенных и мудрых слов На колени в искреннем раскаянии Весть о спасении быстро распространялась По городам, селам и хуторам Разные люди призывали рябошапку для бесед Священники и архиереи Приставы и губернаторы Простые люди и знатные Всем им исполненный мудростью Божией Наш брат давал исчерпывающие ответы И никто не в силах был возразить ему Одни противники молча отходили в сторону Другие приходили в ярость и преследовали его Между тем, весть о великом проповеднике Пересекала границы губерний Одну за другой, дойдя наконец до самого царя Ему подробно рассказали о новой вере Какую проповедовал рябошапка о том Что многих он уже успел смутить своей проповедью О силе его убеждений, которые никому не удалось повергнуть в споре Под впечатлением его проповеди Стали перекрещиваться в новую веру и православные А опаснее всего то, что он не признает ни иконы, ни Христа, ни святых мощей Пора бы царь-батюшка призвать этого смутяна к порядку Наговаривали императору придворные Как бы чего не вышло Тем паче, что вера-то у него не русская А какая-то английская или германская Послали за рябошапкой Казенный человек, подобающий под конвоем Доставил брата к царю Пока ждал монарха, стал молиться И не заметил, как все пришло в движение Забегали придворные, двери распахнулись Сам царь С должным почтением предстал перед лицом монарха рябошапка Расспросил его царь, как следует, кто таков, откуда Потом и обвинение выдвинул То-то и то-то про тебя говорят, мол Ну-ка ответь мне Тут все в зале так и затихли Просит брат рябошапка евангелие Подали ему в дорогом переплете книгу Золотыми украшениями, бриллиантовым крестом Рябошапка раскрыл евангелие на книге Деяния апостолов И прочел две главы 25 и 26 Повествующие о беседе апостола Павла С царем Агриппой и веринникой Во время чтения лицо монаха смягчилось Вот во что я верю И вот как следует поступать со мной Кратко признался рябошапка Теперь я вижу, что многие из обвинений Отвечает царь Возведенных на тебя ложны Но хотел ты послушать оправдание Учения перед лицом того Кому Богом и отцами церкви Верен православный престол Перед владыкой Оправдаешься перед ним Оправдан будешь и предо мною Не сможешь Предстанешь перед судом Позвали владыку При его появлении у многих и глаза зажмурились Настолько блистали его одеяния От Митры до Башмаков В правой руке он держал посох Вид у него был невозмутимый Ваше преосвященство Перед вами тот самый Мирянин Рябошапка О котором сказано Что самовольно присвоил себе Священный сан Несет хлу на духовенство Разоряет православную веру Я испытал его И не нашел ничего из обвинений Теперь и вы испытаете Найдете ли вы такое слово Которое перевесит его веру Владыка в знак согласия Склонил голову Могу ли я поклониться вам Назвав владыкой неба и земли Даже ангел божий Не позволил апостолу Оказать ему такую почесть Я же всего лишь Перстное творение Как и все человеки Если на небесах Владыкою является Предвечный Бог Как сказано в писании А на земле Владыкою Как мы знаем Является князь мира Сего дьявол Тогда кто же Вас назвал И над чем поставил Владыкою Еще тише стало в зале Владыко попытался Сказать слово Но уста его Оказались скованными Все ниже Склонялась его митра Что же ты молчишь Блаженный отец Что подобает Отвечать Мирянину Рябошапки Нарушил тишину Царь Ваше величество Позвольте мне Удалиться для молитвы После чего Надеюсь Я смогу дать ответ На поставленный вопрос Царь великодушно Позволил Рябошапка Упал на колени И громко возблагодарил Бога за то Что он открыл ему Уста Вложил в них Слово истины Через час Монарх вернулся В тронный зал Владыки не было Послали за ним Царь обнаружил Признаки нетерпения И возмущения Тут вернулся Посланник Владыка не сможет Выйти и предстать Предлицо Ваше величество Он слег в постель Царь милостиво Отпустил Рябошапку Ты свободен Сказывали Будто наутро Владыку Нашли бездыханным Собравшиеся Братья Так и ахнули Никогда еще Не слыхали Они о могущественной Воле Божьей Зачертившей Героя веры Редактор субтитров А.Семкин